Левый глаз лопаткой закрывай. Какую строчку четко видите? Третью. Третью, да? Читаем. Острое зрение и богатырское здоровье. Требования к молодым людям здесь особые. Ведь каждый из них кандидат на военную службу по контракту. В военкомат они пришли по собственному желанию. Причины у всех разные, но к решению подошли ответственно. Отправляться в неизвестность, говорят, не страшно. Справиться помогает поддержка родных. На первые три месяца, пока у меня испытательный срок, как мне объяснили, я поеду туда один. После испытательного срока я уже получаю служебное жилье и уже перевожу с собой свою супругу. А супруга согласна? Супруга согласна. Для тех, кто к переездам пока не готов, возможность выбора любой кандидат вправе сам назвать желаемый род войск и часть, в которой будет проходить службу. Государство выбор поддерживает и снабжает контрактников всем необходимым. Службу прохожу на пункте отбора в городе Вологде, в том же городе, в котором и родился, в котором и живу. Здесь у меня семья, дети, стабильное денежное удовольствие. Сейчас через 10 месяцев я уже по программе военной ипотеки приобрету себе квартиру. Никому я проценты никакие платить не буду. Из своего денежного удовольствия я денег никому отдавать за квартиру не буду. То есть буду обеспечен со стороны государства уже квартирой. Контрактной службой теперь можно заменить и службу срочную. Это нововведение вступило в силу с мая нынешнего года. Однако разница не только в особых льготах. Служить таким солдатам также придется дольше вместо одного – два года. Для того, чтобы поступить на военную службу по контракту, кандидату что необходимо? Это обратиться на пункт отбора на военную службу по контракту, собрать необходимый комплект документов и пройти ряд отборочных мероприятий. Отборочные мероприятия заключаются в прохождении военно-врачебной комиссии. Также кандидаты сдают нормативы по физической подготовке и тесты на профпригодность. За последние два года ряды армии пополнило более тысячи контрактников из Вологодской области. Среди них и девушки. И гораздо меньше, ведь не все должности могут комплектоваться из их числа. Но, как показывает статистика, каждый год на службу поступает около 20 представительниц прекрасного пола. Ольга Амелина, Екатерина Сепливая, Василий Попурин. Время новостей.